Изначально мы решили, что с поисковиками ПСО «Мещера» запишем обычный выпуск передачи «Городские встречи». Однако началось все со звонка директору ПСО Евгению Ильину. В поселке Сарай пропал человек, 63 года. Поиск запустился в момент старта записи передачи. Поиск начинался «бы». Уже сейчас собирались экипажи, люди отпрашивались с работы, убегали откуда-то. Я думал, как после передачи я поеду домой переодеваться. Ну вот, буквально минут через 15 позвонили также из полиции, сказали, что нет, все хорошо. Тревога ложная, и пенсионер просто во мнимку с велосипедом медленно ушел. Потом его нашли. Так что вот типичное завершение одного из поисков. Часть поисков действительно заканчивается именно так. Люди сами выходят из леса, но это только часть. В остальном все стандартно. Собираются волонтеры, получают ориентировку и прочесывают лес. Благо в октябре заявок на поиски именно пропавших грибников стало меньше. Это было массовое нашествие грибников. 107 заявок за сентябрь месяц. 154 пропавших человека. Это вот заявки поступили в ПСО Мещера, которые были обработаны нами. За октябрь, я октябрь, честно говоря, еще не сводил в статистику, все-таки октябрь еще идет. Но поисков в 10 раз меньше. Может быть, в 8. Грибной сезон в этом году завершается как раз в октябре. И специалисты говорят, что в лес заходят уже только фанатики своего дела. А шансов заблудиться у них больше, чем набрать полную корзину грибов. Поисковики напомнили основные правила, которые нужно соблюдать, если собираешься на тихую охоту. Заряженный полностью сотовый телефон, яркая одежда, перекус, вода, необходимые лекарства. Сообщить родным и близким куда, когда, с кем, на сколько. И при любой тревожной ситуации, непонятной ситуации, самостоятельно звонить 112, не дожидаясь вечера и всего остального. Полную запись передачи «Городские встречи» с директором ПСО Мещера Евгением Ильиным вы сможете увидеть уже в эту пятницу. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.